всем привет сегодня мы разберем точнее вкратце посмотрим узнаем что такое язык си он у нас был на третьем месте в топе поэтому сегодня мы немного о нем узнает тот кто о нем ничего не знает не переключаемся итак приступаем язык си да вот он пишется на английском вот так вот на шинском вот так вот это компилируемый статически типизированный язык программирования общего назначения разработанный в шестьдесят девятых сеть тире 73 годах сотрудникам bell labs дэнисом ричи вот как развитие языка билл был вот такой язык бим вот и и это язык си развитие его можно сказать вот первоначально был разработан для реализации операционной системы unix но впоследствии был перенесен на множество других платформ вот и согласно дизайну языка его конструкции близко сопоставляются типичным машинным инструкциям и благодаря этому он нашел применение в проектах для которых был свойственен язык ассемблера в том числе как и в операционных системах так и в прикладном программном обеспечении для множества устройств от суперкомпьютеров до встраиваемых систем вот плюс язык программирования си оказал существенное влияние на развитие индустрии программного обеспечения его синтаксис стал основой для таких языков программирования как си плюс плюс давайте си плюс плюс си шарп джава вот джава и объектив си ну и других тоже это основные язык программирования си отличался минимализмом авторы языка хотели чтобы программы на нем легко компилировали с помощью однопроходного компилятора вот код на си можно легко писать на низком уровне абстракции почти как на ассемблере вот иногда си называют универсальным ассемблером или ассемблером высокого уровня вот и плюс ко всему этому программа на языке си переносимы то есть программа на языке ассемблера привязаны к конкретной платформе могут быть привязаны но на языке си они а платформа независимы программы соответственно они переносимы компилятор си разрабатывается сравнительно легко благодаря простоте языка и малому размеру стандартной библиотеки поэтому данный язык доступен на самых различных платформах вот к тому же несмотря на свою низкоуровневую природу язык позволяет создавать как я уже сказал переносимые программы и поддерживает в программиста а вот программы соответствующие стандарту то есть переносимые программы это те которые соответствуют стандарту могут компилироваться на абсолютно разных компьютерах и разных платформах си как и операционная система unix давайте чтобы был какой-то текст 7 unix создавался программистами и для программистов круг который которых был не намного шире круга разработчиков языка несмотря на это область использования языка значительно шире задач системного программирования вот то есть еще среди программистов язык си носит неофициальный титул кроссплатформенного ассемблера ответственность за корректную работу программы целиком и полностью лежит на программисте за что сим си ненавидим быдло кодерами вот и что важно их начальство многие почему-то считают что си уже умер или умирает или умрет то есть в одно время когда-то на нем писался практически весь софт то есть все программы и понятие быть программистом 1 однозначно включала в себя знать язык си сейчас конечно же это не так и муси принципе по вытесняли из многих сфер вот но до сих пор есть ряд программ которые довольно таки с неплохим интерфейсом который пишется на голом си таким примером к примеру есть программа wireshark то есть для всяких кул хацкеров которые любят перехватывать пакеты сетевые вот эта программа однозначно поможет ну и не только для кул хацкеров возможно для администраторов которые администрируют сеть смотрят куда откуда зачем эти пакеты по сети шастают вот то эта программа очень отличный инструмент вот ну и как бы язык си будет жив вечно и как минимум пока есть потребность написания драйверов и пока есть микроконтроллер а вот так же у языка конечно же есть уязвимость то есть многие элементы в языке си потенциально опасны вот и последствия неправильного использования этих элементов либо конструкции довольно часто непредсказуемы и есть в стандарте описаны то есть есть много строчек можно в стандарте найти где написано поведение не определено то есть написано это почему а потому что если вы передадите что-то неправильно это описывается если вот это вы передадите то поведение не определено соответственно на одной платформе что-то может работать то есть программа может иметь ошибки логически к примеру или не логически а вот и работать и пользователь об этом может не знать а узнать через какое-то аж время на другой платформе скомпилировав собрал эту программу она сразу же будет падать вот керниган говорит си инструмент острый как бритва и сего помощью можно создать и элегантную программу и кровавая мессия вот в связи со сравнительным низким уровнем языка многие случаи неправильного использования опасных элементов не обнаруживаются и не могут быть обнаружены ни при компиляции не во время исполнения как я об этом уже сказала это часто приводит к непредсказуемому поведению программы вот кроме всего прочего в результате неграмотного использования элемента языка появляются уязвимости в системе безопасности но всех этих элементов неправильного использования можно избежать если изучать язык си и изучать то как с ним нужно работать вот одним из примером к примеру это там обращение к несуществующему элементу массива то есть у нас есть массивы например вот мы я думаю вы знаете что такое массивы вот они и в данном случае у нас четыре элемента если же мы попытаемся обратиться индексация массива мы знаем с нуля начинается если же мы к примеру попытаемся обратиться к четвертому а это по факту 5 элемент массива то поведение программы не определено может быть падение программы а может быть еще чего-нибудь то есть не падение на проект может прочитаться не те данные вот мусор какой-то и так далее вот но для помощи программистам на 7 для решения этих и многих других проблем было создано число отдельных от компиляторов инструментов вот это там всякие статические анализаторы кода вот такими то есть эти программы дополнительно проверяют исходный код и ищут наиболее распространенные ошибки вот ну а также ищут библиотеки предоставляющие дополнительные функции не входящие в стандарт языка вот к примеру там могут быть опять-таки если это массив то могут быть библиотеки которые предоставляют уже набор функционала по работе с массивами и где происходит проверка за пределы выхода но ничего не мешает написать самому это все вот идем дальше язык си он уникален с той точки зрения что он именно он стал первым языком высокого уровня то есть всерьез который всерьез потеснил ассемблер в разработке системного программного обеспечения он остается языком реализованным на максимальном количестве аппаратных платформ и одним из самых популярных языков программирования особенно в мире свободного программного обеспечения но если он такой популярен и уникален конечно же он достаточно сложен в изучении даже не столько синтаксиса а сколько изучение возможностей и умение пользоваться всеми этими возможностями и гибкостями вот то есть у него достаточно высокий порог вхождения вот си на стимулирует стиль программирования часто небезопасны и поощряющие написание запутанного кода вот ну и плюс за больше чем 40 лет существование язык успел немного устоять и в нем достаточно проблематично использовать многие современные приемы и парадигмы программирования но это все обходится люди пишут свои библиотеки свои свой функционал и и приходится это писать конечно же и в принципе гонка даже не то что гонка отставания нет вот кроме всего нальти люто и бешено любим многими но точно также бешено ненавидим еще более многими вот и где здесь середина никто не знает и никто никогда не узнает то есть они предполагают что раздел по этому вопросу проходит между теми кто умеет писать на си и теми кто хотел бы уметь но не умеет вот ну применение применение на самом деле здесь говорить наверное даже это особо не чем он применяется везде но есть несколько давайте вам приведу пример то есть многие проекты написаны на этом языке стартовали десятилетия назад примеру разработка юник началась шестьдесят девятом году потом ее код был переписан уже на языке си 1972 году вот то есть изначально ядро юникса было написано на ассемблере но потом было переписано на си вот и язык си создавался для того чтобы переписать ядро на языке более высокого уровня выполняющие те же задачи с использованием меньшего количества строк код далее в 1985 году 1985 год вышла операционная система windows 1 0 1 0 хотя код microsoft закрыт но microsoft утверждает что ее ядро написано по большей части на языке си то есть в основе операционной системе мы занимающей около там 90 процентов мирового рынка течение десятилетий тоже лежит язык си как и юникс а юникс ядро это у нас macintosh и это у нас linux и далее ну ядро о с x уже тоже понятно это также в основном написано на языке си в основе android ios windows фон также лежит язык си поскольку эти системы являются адаптациями соответственно linux macos и windows а соответственно там ядро на по большей части написанной языке си вот к примеру 3d видео то есть современный кинематограф используют для создания трехфер трехмерных фильмов приложения которые в основном написаны на си и си плюс плюс то есть одна из причин этого является высокие требования к эффективности и быстродействию подобных систем поскольку они должны обрабатывать в единицу времени огромные объемы данных чем выше их эффективность тем меньше времени занимает создание кадров и как следствие студии тратят меньше денег вот то есть там где нужна большая эффективность и меньше там к примеру потребление памяти тут тоже используется язык си и си плюс плюс дальше встроенная система это всякие микроволновки кофеварки телевизоры там будильники там автомобили автомобили современные напичканы там системами управления там коробкой передач там двигателя там и тогда это по всякими датчиками то есть в основном это все программируется на языке си и си плюс плюс вот ну и можно еще задать вопрос почему же стоит изучать си то есть язык не труден в изучении вот сам язык сам синтаксис он не такой там большой и он не такой уж труден но язык 7 является своеобразным универсальным языком для разработчика почему потому что многие реализации новых алгоритмов в книгах и на сайтах предоставляются сперва либо же исключительно на си либо там на другом си подобном языке и это позволяет их максимально широко портировать при этом некоторые программисты не знакомы с базовыми концепциями си испытывают сильные затруднения при конвертации си алгоритмов на другие языки программирования а вот поскольку си язык старый и широко распространенный то сети можно найти практически любые необходимые алгоритмы написанные на нем так что знание си открывают перед разработчиком немалые возможности то есть можно найти практически любые алгоритмы и это будет они будут на языке си а зная си вы уже можете это все портировать на ваш любимый язык вот ну и кроме всего большинство интерпретируемых языков написаны на языке си ну в частности джава возьмем у нее есть для интерпретатор это верт для работы джава она должна быть jvm виртуальная его машина джава машина она в свою очередь написана на языке си и си плюс плюс вот ну и в конце что я могу добавить кто не слышал такую песенку найдите в райт пин си поищите на английском языке очень интересная песенка ну и можно закончить небольшим отрывком из колыбельной евгения романова спят подружки вредные безмятежным сном снятся мышкам хлебные крошки под столом буратином досточки кошкам караси всем собакам косточки программистом си вот поэтому всем спасибо за внимание подписываемся делимся этим видео ждем колокольчик чтобы не пропустить новое видео гуглим колыбельную запоминаем ее и читаем ее детям и слушаем вот такую вот песенку очень интересную и веселую вот поэтому на сегодня все в следующем видео будем разговаривать о языке си плюс плюс поэтому всем пока